Очистные сооружения отравляют Байкал. Такое заявление сделал природоохранный прокурор на совещании с представителями Росприроднадзора. Но по мнению чиновников, это недостаток не сооружений, а требований, которые к ним предъявляются. Естественно, надо понимать, что те требования, которые предъявляются 63-м приказом, они вступили в силу с 2010 года. Проектная документация была разработана и разрабатывалась по требованию 2008 года. Поэтому, естественно, требовать от очистных сооружений более высокой степени очистки, чем они были запроектированы, достаточно проблематично. Руководство республики предлагает изменить размеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в Селенге, исходя из природного состава воды. Но какими бы заниженными ни были требования, очистные сооружения, допустим, в наушках, явно не смогут с ними справиться. Вывозится все это на остеонизаторских машинах, выливается сюда. Вот здесь забетонировано, но там дальше идет песок. И, соответственно, все сливается в грунтовые воды, как нам рассказали местные жители. Возрастает количество заболеваний среди населения, это все впадает в воду. Очистные сооружения Улан-Удэ также не могут прыгнуть выше головы и удовлетворить требования природнадзора. Проектных мощностей не хватает, чтобы достаточно очистить воду. Очищенная вода соответствует тем нормативам, на которые очистные сооружения были запроектированы. Мы понимаем, на полную, да. Они были запущены в 1975 году и на полную биологическую очистку. Именно вот эти вот параметры... Это параметры 74-85-го? Ну нет, не совсем. Они соответствуют параметрам ПДК рыбохозяйственного водоема. Для очистных столицы уже подготовили проект реконструкции на 2,5 миллиарда рублей. Но изменить систему очистки смогут в лучшем случае только к 2020 году. Между тем, только за 2015 год в Байкал попало 40 миллионов кубометров грязных стоков. Только по официальным данным Росводресурсов в 2015 году водные объекты Байкальской природной территории сброшены более 500 миллионов кубических метров стоков. Из них почти 40 – это недостаточно очищенные стоки коммунального хозяйства. В центральной экологической зоне водные объекты сброшены более 2 миллионов кубических метров очищенных сточных вод. За 400 метров до места впадения в Байкал в речку Мысовку сливаются практически неочищенные стоки с сооружений города Бабушкин. Здесь такая ситуация сложилась из-за недобросовестного подрядчика. Проект строительства сильно разошелся с появившимися сооружениями. Самый первый момент – это биологическая очистка. Она не производится. Почему? Потому что не выполняется температурный режим. Биологическая очистка, биологическая, то есть это живые микроорганизмы жить должны. Они не живут, потому что температурный режим не соблюдается. Когда приехали, мы увидели, что вся эта цепочка на самом старте уже сломана. И самое удивительное в том, что тот же самый подрядчик выиграл контракты на строительство очистных в Кяхте. Руководитель Росприроднадзора обещал разобраться с недоделками и недобросовестным строителем. Данная организация подвергалась проверке стран нашего территориального органа. Есть соответствующие претензии, ко мне даны поручения по произведению соответствующего расчета вреда на сему данным очистным сооружением. Поэтому этот вопрос также берем на контроль. И я думаю, что сумеем совместными действиями все-таки навести порядок. По большому счету порядок нужно наводить на всех очистных сооружениях Бурятии. Только вот деньги по целевой программе в этом году получить вряд ли удастся. Пока нет проектов, не будет и денег. Так что в нынешней ситуации республике придется раскачаться и подготовить все-таки документы. Отмечу, что на разработку проекта только по Улан-Уденским очистным ушло больше двух лет. Галина Соболева, Юрий Шабаганов, Первая альтернативная.